За путевку в финал игры «Я чемпион» поборются и команды 38 школ Петропавловска. Участники всех трех зон уже определены. Как прошли первые игры второго этапа спортивного проекта в нашем сюжете. Преодолеть такие преграды, а после на скейтбурде объехать препятствия на пути задача не из легких. Не всем эта эстафета оказалась по силам. В сегодняшних соревнованиях принимают участие команды 12 учреждений образования первой зоны, среди которых ребята из 16 и 4 школ. Победит лишь одна команда, проигравшая покинет проект. Школы разделены на три зоны. В первой зоне участвуют 12 команд, во второй зоне 12 команд, в третьей зоне участвуют 14 команд. Общее количество участников 456 человек. Сегодня проходят предварительные игры в казахской школе гимназии. Завтра будут финальные игры. А пока участники состязания сосредоточены на сегодняшних играх. Команда из неполной средней школы номер 16 оказалась лучшей на первом внутришкольном этапе. Обошла всех своих оппонентов. Сегодня у этих ребят настрой боевой. Ждут только победы. На соревнования мы готовились очень долго. Ждали их. Соперники очень сильные. От команды мы ждем только победы. Программа состязаний довольно насыщенная и непростая. Эстафеты усложнены, что повышает интерес и спортивный азарт участников. Прыжки со скакалкой, переползание под мостиком, катание на скейте и ведение мяча клюшкой. Очень задорные эстафеты, веселые. Одним из непростых оказался вот этот хоккейный конкурс. Вот только вместо клюшки обруч, вместо шайбы теннисный мяч. Чем меньше таких ошибок, тем больше шансов победить. По итогам этой эстафеты лучшими были игроки 16-й школы, несмотря на то, что они закончили соревнования вторыми. А команда 4-й школы допустила много технических ошибок. Но несмотря на промахи своих команд, бояльщики активно их поддерживают. Мы болеем за 4-ю школу, потому что они веселые и спортивные. Мы болеем за 4-ю школу, потому что там много моих друзей. Команды равные, отрыв одной от другой минимальный. Все же по итогам всех шести эстафет, счет 37-34 в пользу игроков 16-й школы. Второй этап детской спортивной игры «Я чемпион» пройдет на зимних каникулах. Из каждой зоны будет выявлен только один победитель. Три команды города будут бороться за победу уже на областном этапе соревнований, который пройдет уже на весенних каникулах. Денис Севков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК.